Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты. Ой, что-то тут шумно, громко так. Что там, самолеты летают, из Москвы вылетают, кого-то увозят, кого-то привозят, бежуха. Все мне тут в панике пишут, Наташа, что творится, что творится, караул, караул, Путин сдох или не сдох, ядерные ракеты или не летят, или летят, или не летят на нас, да, и вообще что происходит? Какая-то паника, опять паника, опять паника, опять Наталья Ивановна, выходи, развеивай смуту. Ну, ребят, то есть вы серьезно считаете, да, что где разведка не пройдет, Тарона, Пузя проползет? Вы серьезно считаете, что картами можно все секретные данные разведать, что там происходит у Путина? Ну, правда? Ну, наверное, кто-то вам такое обещал, ну, я не знаю, я очень сомневаюсь, если честно, но мы можем посмотреть тенденцию, в принципе, да, что там у Путина, ну, так, чтобы насчет прям вам тут военные секреты выдать, я не знаю, как насчет, да, разведки, как насчет разведки, а то меня так, знаете, если я начну тут секретные выдавать данные, это к меня тут американское, это разведывательное, это какое-то там управление, быстренько, под белые ручки, да, да, в белый дом, поэтому давайте тут это вот потише, ну, попробуем, попробуем поглядеть, да, ну, может быть, хотя бы направленность покажет. Давайте, что за активность, к чему, если это активность вообще, или, может быть, это просто какой-то фейк, да, что очень даже обазы можно. Может, генералы боятся, семьи вывозят, потому что Путин ножками топает, жалко ему, жалко ему кораблик, вот, не нравится ему проигрывать, не умеет он проигрывать-то, не умеет, не научен еще жизненным опытом, а вот Украина-то научит, научит тебя, плешивый черт, да, ну что, попробуем. Итак, давайте сначала, если действительно активность самолетов, бегут ли, бегут ли, да, бегут ли из Москвы высшие чины, для начала, да, если это вообще на самом деле, потому что пускать уток у нас умеют. Так, есть ли активность, есть ли активность на самом деле? Думаю, да, думаю, да, действительно активность присутствует. Активность присутствует, конечно, но очень много по этому поводу иллюзий и обмана. Я не думаю, что эта активность, она о том, о чем говорят, видите, обман иллюзии, обман иллюзии. Активность есть, но не то, о чем мы себе предполагаем, что-то такое, в другую степь. Хорошо, для начала, давайте. Так, тогда будем так гадать. Бегут ли, бегут ли генералы, возят ли свои семьи от возмездия? Ну, попробуем, бегут ли от возмездия. Угу. Думаю, нет. Карта Сила, изменения по Колесу Фортуны, думаю, вряд ли они бегут от возмездия. Что-то просто поменялось, что-то такое произошло. Что-то какие-то неожиданные. Ну, здесь сильные изменения. Карта Сила, сильные изменения. Так, хорошо. Следует ли нам опасаться? Следует ли нам опасаться? Что нам несут? Что для Украины несут вот эти изменения? Украина, что от них получит? Опасно ли это для Украины? Вот так, да, попробуем. С такого боку подойти. Опасно ли для Украины вот те перемены, которые происходят такие решительные какие-то? Касается ли это Украины? Ну, так, первое император. Так. Компания. Борьба, конкуренция. Страхи, депрессия. И тайные, тайные, тайные какие-то. Тайна, тайна. Итоги. Итоги партнерства, скажем так. Ну, что, я думаю, это не, на самом деле, это не прямая угроза. Это не прямая угроза. Украину это коснется посредованно, может быть, на уровне государства. Может быть, на уровне, знаете, каких-то переговоров, союзов. Может быть, кто-то будет сотрудничать и сбежал. Ну, не знаю, что здесь, что это может быть. Но это явно на государственном уровне. Какие-то новые контакты, тайные, то, что мы пока не будем знать, пожриться, тайна. Новые партнеры, выбор партнеров, да, новые какие-то люди. Опять же, союзы, союзы, переговоры, сотрудничество, да, все-все-все-все такое. За борьбу, это все касается борьбы, да, борьбы, отстаивания своих интересов. У нас есть девятка, депрессия, то, что сейчас происходит с нами. Как-то мы поднапряглись, а что такое, да, вот, страх, страх. Ну, да нет, смотрите, вряд ли здесь что-то очень опасное для Украины. Так, потери какие-то, смотрите, потеря, скорее, потеря, если вот так, да, потеря покоя, скорее, я бы сказала. Потеря покоя, скрытая угроза, тайна. Опять же, Луна, это тайна в данном случае, это тайна. Вряд ли мы узнаем в ближайшее время, кто зачем летит, это, скорее, тайная информация. Ну, смотрите, суд, 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 когда все тайное становится явным, рано или поздно, и будут скрыты, будут скрыты, понимаете, как страшный суд, да, когда ты все равно перед архангелами ничего не скроешь. Возможно, это, скорее, связано что-то с внутренними какими-то разборками. И кто-то, возможно, из военных генералов перейдет и на нашу сторону тоже. Может быть, начнутся какие-то переговоры. Что-то типа «крысы бегут с корабля». Давайте посмотрим, в тему ли это «крысы бегут с корабля», так, боятся суда, что это «крысы бегут с корабля». В тему ли это, да, в тему ли это. Нашли ли мы ниточку? Давайте попробуем «крысы бегут с корабля». Скорее, да, хорошие новости, да, гости, хорошие новости. Ага, потери, потери, потери у нас какие-то физические, финансовые. Вот опять тайна. Вы понимаете, как это очень такое серьезное, смотрите, опять у нас тайна. Прямо такое что-то засекретное. Смотрите, опять суд. Мы узнаем в свое время, пока эта тайна абсолютно что-то такое засекречена, но мы узнаем по суду, однозначно все вскроется. Вскроется в свое время, вскроется, узнаем. Забота, прошлое, дети. Что это такое может быть? Так. Нужно ждать новостей. Нужно ждать новостей. Вероятно, может быть. Может быть, спасают свои капиталы, спасают, спасают свои шкуры. Давайте так. Будет ли Украина иметь какую-то выгоду от того, что сейчас происходит? Попробуем с этого боку еще как-то. Ну, не знаю. А, как еще можно узнать? Ребят, ну, у меня третий глаз туда не может полететь в Кремль. Я бы слетала, глянула, но как-то не летается. Поэтому давайте будем вот с разных сторон пытаться рассмотреть, что там, значит, будет ли для Украины какой-то плюс от того, что сейчас происходит в Кремле. Будет ли для Украины польза от происходящего в Кремле? О, смотрите, Мак. Однозначно да. Это скорее мы сможем воспользоваться этим. Вот о чем карта. Мы сможем воспользоваться тем, что сейчас происходит. Вот так. Сможем воспользоваться. Обман иллюзии. Не все, скажем так, не все это пойдет, ну, не прямо на пользу, да. То есть ожидания будут не все исполняться, да. То есть где-то может быть, знаете о чем? Типа человек там, я вот хочу сотрудничать, сдаюсь. На самом деле брешут, брешут суки, потому что просто боятся, да. Но что-то нам пойдет на пользу, потому что чем-то мы сможем воспользоваться. Ну, такое. Пауза. Пока пауза будет. Пауза это, то есть это не быстрое, да, не быстрые какие-то решения. Вот, видите, будем делать выбор, анализировать. Помощь, да, однозначно помощь. Карта помощи как раз. Однозначно, да, помощь будет частичная. То есть какая-то, да, скорее всего, да. Да. Польза стране какая-то будет от того, что происходит, не все из этого принесет пользу, да. Где-то в чем-то мы обманемся или нас попытаются обманывать. Что-то там нужно будет очень тщательно фильтровать, взвешивать, да, что чем пользоваться, чем не пользоваться. Где-то в пользу, где нет. Несомненно, что-то мы сможем использовать, и это будет полезно нам. И, да, как бы в итоге на благое дело, на, ну, для Украины, для праздника, для окончательной победы скорее в пользу. Смотрите, я говорю, для окончательной победы достаю карту победы. Ну, вот, посмотрите, карты со мной разговаривают, дорогие мои. Сегодня карты хотят говорить. И мало того, я уж не знаю, как там насчет разведки, но на пузе, по-моему, Таро ползают все-таки, да. Там что-то такое говорят о чем-то. Ну, теперь давайте посмотрим, вот это вот ядерная угроза, есть ли реальная угроза над Украиной, потому что, ну, вы же все об этом думаете, да. Ну, я же знаю, думаете. Честно, я не хочу об этом думать и забивать себе этим голову вообще, но все равно мысль проскальзывает, и все спрашивают. Все спрашивают, и пока я от этого отбиваюсь, естественно, в этот момент я тоже об этом думаю. Поэтому, если реальная ядерная угроза Украине, то уже говорят, там, понимаете, какие города конкретные, что там Жириновский сказал. Вот это вот напряг, вот это, знаете. У меня настроение боевое на победу. Я же сегодня сказала, а вы мне тут вот это ядерными, ядерными. Что это такое? Не сбивайте меня с толку. Все, решила победа, значит победа начинается. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что вы же покоя не дадите, все равно, я же понимаю, давайте уже. Один раз посмотрим, и все, и все. И никаких потом гвоздей, не писать и не спрашивать. Все, смотрим. Есть ли реальная ядерная угроза для украинских городов? Для украинских городов. Есть ли реальная ядерная угроза? Так. Ну, коварные планы, какие-то коварные планы есть. Хитрые коварные планы, подлые. И вряд ли они исполнятся, смотрите, иллюзии. То есть, и планы-то есть, но они иллюзорные, вряд ли они сбудутся. Это очень сложное решение. Это сложное решение, которое нужно будет принять. То есть, это будет, знаете, на кончике иглы решаться, балансировать. Как поступить, как поступить, да, что, что, что будет. Нет, смотрите, праздник семьи, это та карта, которая у меня очень, карта Украины. Украина не пострадает от ядерных взрывов. Не хочу больше ничего доставать, чтобы не сгладить, потому что карты хорошие. Смотрите, что падает. Первое. Планы хитрые коварные есть на подлость, да, на такой подлый удар совершить, однозначно есть. Они иллюзорные, маловероятно, что они сбудутся. Это будет очень такое серьезное решение, и ситуация будет вот так балансировать. Да, нет. И однозначно она в нашу пользу. Ну, хотя давайте еще одну. Давайте, вот, последняя, последняя карта в колоде Иерафант, это покровитель. То есть, помощь, да, большая помощь, покровитель. Ну, еще одну. Может, не надо? Надо. Работают. Сейчас серьезно работают многие люди над тем, чтобы этого не случилось. Я бы так сказала. Фух, выдохнули. Выдохнули. Так что, прекращаем думать, о чем не надо. Сейчас есть люди, которые об этом думают. Сейчас серьезно проходит работа над тем, чтобы этого не случилось. Но планы, да, есть. Планы есть. Они прям коварные, подлые. Они существуют давно уже. Не вчера они придуманы. Вот. Но, как и многое другое, в этих планах нападения на Украину, оно иллюзорно. И ему не суждено сбыться. Поскольку вся эта вообще затея с Украиной для России провальна с самого начала. Поэтому и относительно ядерных ударов, я думаю, тоже степь провальна. Вот так вот. Не так сталося, как гадалось. Так что, такие дела. Такие дела. Так что, нравится, не нравится, готовься в гроб. Да, не красавец. Не красавец. Такие дела. Такие дела. И все. И чтобы мне больше не писали ни за какие ядерные взрывы. Все. Люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok